Мэтью МакКонахи Кажется, что проект по экранизации эпической саги Стивена Кинга «Темная башня» все-таки будет запущен в производство в ближайшее время. Верным признаком для этого служит появление слухов об актерских назначениях. Так, на прошлой неделе стало известно, что с будущим режиссером фильма Николаем Арселем встречался никто иной, как Мэтью МакКонахи, которому, по слухам, был предоставлен выбор из нескольких ключевых ролей. Впрочем, почти никто не сомневается, что если МакКонахи согласится сниматься в проекте, то будет играть «Человека в черном» Рэндала Флэга, антагониста первой части саги. Главный герой книги, стрелок Роланд Дискейн, преследует «Человека в черном», который может дать ему ответ на вопрос, где же находится темная башня, связывающая все миры воедино. Если МакКонахи примет предложение, то это будет его первое знакомство с материалом Стивена Кинга. Перейдем к новинкам недели, которая, несмотря на отсутствие ярко выраженных блокбастеров, тем не менее будет невероятно разнообразной. Один только Голливуд представлен сразу четырьмя интересными премьерами, среди которых второй в этом году мультфильм студии Pixar «Хороший динозавр», новое прочтение старой готической истории Виктор Франкенштейн, «Возвращение М. Найта Шьемалана», жанр фильмов ужасов «Визит» и новая картина перспективного режиссера Дэнни Вильнёва «Убийца». Пропустив прошлый, 2014 год, студия Pixar начала стремительно наверстывать упущенное. Спустя всего четыре месяца после летней премьеры «Головоломки» на широкие экраны выходит новый мультфильм «Хороший динозавр». В нём будет рассказываться история, которая могла бы приключиться, если бы динозавры не вымерли от падения метеорита, а остались бы на Земле и пересеклись бы с человечеством. Разумный апатозавр Арла отправляется в далёкое путешествие, встречая по пути маленького мальчика-неандертальца Спота. Между представителями двух разных миров вспыхивает неожиданная дружба. Одно можно сказать точно – мультфильм «Хороший динозавр» идеально подойдёт для семейного похода в кино. Фильм «Виктор Франкенштейн» снял британский режиссёр Пол МакГиган, известный по таким картинам, как «Одержимость», «Счастливое число Слэвина» и работе над сериалом «Шерлок». В своей новой картине он рассказывает историю гениального учёного Виктора Франкенштейна с точки зрения его помощника Игоря. Классическая завязка истории из романа «Мэри Шелли» в этом фильме быстро сменяется новыми непредсказуемыми поворотами сюжета, которые наверняка понравятся любителям фантастических фильмов ужасов. Роль злого гения Франкенштейна сыграл популярный актёр Джеймс МакКэвой, а его помощника Игоря – Дэниел Рэдклифф. После сверхуспешного начала карьеры, ознаменованного выходом таких фильмов, как «Шестое чувство», «Неуязвимый», «Знаки» и «Таинственный лес», индийский режиссёр М. Найтш Ямалан постепенно стал объектом яростных нападок со стороны кинокритиков. Его последующие картины уже не становились культовыми в киносреде, а фантастический боевик после нашей эры так и вовсе подвергся разгромной критике. Тем интереснее посмотреть, что на этот раз сможет предложить своим поклонникам Найтш Ямалан, который в новом фильме «Визит» вернулся к своему излюбленному жанру. Сюжет картины прост. Двое школьников приезжают в деревню погостить у бабушки с дедушкой, которых до этого никогда не видели. Вскоре они выясняют, что в этом доме поселилось какое-то таинственное зло, а пожилые родственники вовсе не те, за кого они себя выдают. Канадский режиссёр Дэнни Вильнёв поразил всех в 2013 году, сняв разноплановые, но очень интересные картины «Пленницы и враг», каждая из которых стала значимым событием в мире кинематографа. Спустя два года на экраны выходит его новый фильм под названием «Убийца», в котором рассказывается история женщины-полицейского, попавшей в заварушку, связанную с наркокартелями на границе между Мексикой и США. В этом суровом драматическом триллере сыграли такие известные актёры, как Эмили Блант, Бенисио Дель Торо и Джош Бролин. Европейские и российские кинематографисты на этой неделе не отстают от своих заокеанских коллег. Так, на широкие экраны в текущий уикенд выйдут ещё два очень интересных фильма. Масштабная экранизация пьесы Уильяма Шекспира «Макбет» и криминальная драма «Училка». Уже успевшая получить номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, картина «Макбет» привлекает внимание к себе прежде всего именами исполнителей двух главных ролей. Самого «Макбета» сыграл очень характерный немецкий актёр Майкл Фассбендер, а роль его супруги примерила на себя француженка Марион Котияр. В остальном, судя по трейлеру, это очень близкая к классическому тексту Шекспира экранизация, снятая с применением самых современных технических средств и возможностей. Мощно, эпично, масштабно и очень красиво. В российской драме «Училка» режиссёра Алексея Петрухина рассказывается о доведённой до отчаяния школьной учительнице истории, которая больше не может мириться с поведением охамевших до крайней степени учеников и берёт весь класс в заложники. Главную роль в этой суровой драме сыграла легендарная советская и российская актриса Ирина Купченко. Также из актёрского состава можно выделить Андрея Мерзликина, исполнившего роль командира-спецназовца. Картина «Училка» уже успела получить несколько престижных наград на российских кинофестивалях, в том числе на форуме «Окно в Европу». В прошлое воскресенье свой 75-летний юбилей отпраздновал режиссёр, которому всегда удавалось нащупать тонкую грань между визуальным богатством картинки и глубоким смысловым наполнением сюжета. Человек, от которого всегда ждут чего-то нового и неизведанного – Терри Гильям. Терри Гильям родился в 1940 году в Миннеанаполисе. В 12 лет его семья переехала в Калифорнию, где он мгновенно стал одним из лучших учеников высшей школы Бирмингема. Гильям с раннего детства много рисовал. В основном это были карикатуры на различных знаменитостей. Так что неудивительно, что после университета Терри устроился на работу карикатуристом в нью-йоркский журнал «Хелп». Оттрубив там три года, Гильям согласился на предложение одного из британских журналов и переехал в Лондон, где его приятель, актёр и сценарист Джон Клис смог устроить Терри на телевидении. Тогда-то он и познакомился со знаменитой творческой группой «Монти Пайтон», постепенно став её полноправным участником. Вместе они сняли несколько популярных комедий, однако сольный успех пришёл к Терри Гильяму только спустя десятилетия, уже после распада «Монти Пайтон». В 1985 году на экраны вышла его антиутопия под названием «Бразилия», которая мгновенно и прочно вошла в классику мирового кинематографа. Впоследствии Гильям снял ещё немало заметных картин, среди которых можно выделить «12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Братья Гримм» и «Воображариум доктора Парнаса». В данный момент 75-летний юбиляр готовится к съёмкам фильма своей мечты под названием «Человек, который убил Дон Кихота». Конечно, российский актёр в голливудском фильме – явление довольно редкое, но всё же иногда нашим талантам удается пробиться на широкие экраны великой кузницы кинематографа, и каждый такой случай заслуживает отдельного упоминания. Сегодня и в следующей передаче в рамках нашей традиционной рубрики «Это интересно» мы вспомним несколько наиболее ярких появлений наших актёров на зарубежных экранах. Голливудская карьера Владимира Машкова началась в 2000 году, когда его пригласили исполнить эпизодическую роль в фильме Майкла Редфорда «Танцы в голубой игуане». Очевидно, русский актёр неплохо зарекомендовал себя, так как предложения посыпались на него одно за другим. Сначала это были маленькие эпизоды в таких фильмах, как «Пятнадцать минут славы» с Робертом Де Ниро, «Американская рапсодия» со Скарлетт Йоханссон. Затем Машков блеснул в главной роли в европейском проекте Сергея Бодрова «Давай сделаем это по-быстрому». После чего немедленно был приглашён на роль опасного и жестокого сербского охотника, который преследует главных героев фильма Джона Мура «Лу врага». После этого Владимир Машков стал членом гильдии голливудских актёров, что автоматически поднимает размер его гонорара до одного миллиона долларов за роль. Возможно, именно столько получил российский актёр за роль спецагента Анатолия Сидорова в четвёртой части франшизы «Миссия невыполнима», которая на данный момент является наиболее заметным вкладом Машкова в голливудский кинематограф. Голливудская карьера Александра Балуева началась схожим образом. В 1997 году ему неожиданно поступило предложение от Мими Ледер. Она хотела, чтобы Балуев сыграл роль главного злодея, генерала российской армии Кодрова в новом фильме «Миротворец» с Джорджем Клуни и Николь Кидман в главных ролях. Александр с радостью согласился и сыграл блестяще, после чего Мими Ледер привлекла Балуева ещё к одному своему фильму под названием «Столкновение с бездной». На этот раз ему выпало сыграть эпизодическую роль русского космонавта Михаила. В этой картине Балуеву довелось поработать с такими актёрами, как Роберт Дювал, Теа Леони, Элайджи Вуд, Ванесса Редгрейв и Морган Фриман. Начиная с этого момента, Александр приобрёл настоящую популярность. Однако голливудские продюсеры видели его только в роли плохих русских военных, что абсолютно не устраивало самого Балуева. В одном интервью он сказал «В России меня ценят как актёра, в Голливуде – как типаж. В Штатах я лишь картонный шаблон и один из многих, а на родине у меня действительно творческая работа на переднем плане. Второстепенные роли там – это не по мне. Мне нужны главные роли здесь. После этого с голливудской карьерой пришлось распрощаться». Константин Хабенский. Вот уже несколько лет как набирает популярность в Америке. Началось всё со вполне российского блокбастера «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова, который благодаря внушительной рекламной кампании весьма неплохо прокатился по кинотеатрам США. После этого всё тот же Бекмамбетов пригласил его на съёмки своего голливудского проекта под названием «Особо опасен», где Хабенскому посчастливилось поработать со звёздами первой величины – Анжелиной Джоли, Морганом Фриманом и Джеймсом МакЭвем. Эпизодической роли оказалось вполне достаточно, чтобы стать одним из самых узнаваемых русских актёров в Голливуде. Позже Хабенский принял участие в съёмках фильма «Шпион в Эдивон», который хоть и был снят в Великобритании, но всё же приобрёл большую популярность на территории Штатов. В 2013 году Хабенский снялся в популярном фильме ужасов «Война миров Z». Однако при финальном монтаже его роль была полностью исключена из картины. Наконец, в 2014 году Константин принял участие в съёмках драматического триллера «Чёрное море» совместного производства Великобритании, США и России, где сыграл роль одного из моряков-подводников, провевшихся на поиски затонувшего нацистского золота. Помимо Хабенского, российскую диаспору актёров в этом фильме представляли Сергей Пускипалис, Сергей Векслер и Григорий Добрыгин. На сегодня это всё. Смотрите кино. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok